на тихо начинайте боже милостью не грешным создав имя господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй достойно есть я кого истину блажите богородицу пресоблаженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших урвим и славнейшего истину серафим без истления бога слово родишь и сущую богородицу тебя величаем слава от своей сына и святому духу и ныне и пристно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскреса измертую господи иисусе христе сыне божий молитва ради причисти твоя матери силы щас на грозу творящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яко благослови и человека любец аминь боже милости будь мне грешному создал имя господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй царь небесный утешитель дух истины ты везде существует весь мир наполняешь источник благ и податель жизни приди вселись у нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благие души наши святый божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас святый божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас святый божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь пресвятая троица помилуй нас господи очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню соглашаем Тебе сильной. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи? Умой просвети и сердце, и открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется дея, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, Свят, Святый Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою встану и, чтобы прославлять Тебе, благодарным в сердце, восповать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Володя, не кричитай. Девяносто четыртый Псалом Придите во Своем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословия, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог Великий, и Царь Великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, приклоним колени перед лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы, народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его. Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом с ним, и сказал, Это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они войдут в покой мой. Воспойте Господу петь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовестуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен он паче всех богов. Ибо все боги народов, идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие перед лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепие святыни, трепещи при лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, да ликуют все дерева дубравные. При лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его, правда и суд основания престола Его. Перед Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса провозвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да посадятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед Ним, все боги. Слышится Он и радуется, и веселятся черри иудины, ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Слава. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твои, и вызываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день, Христе Божий. И спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, веди в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему Твоему милосердию Ты дал мне, о рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, в достойме и просвете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божия, сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесные живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведущие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие и сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, и мысли, вольные и невольные, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость, и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель-покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного рабату Его, уныние, от забвения, неразумия, нерадения, все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищ, и слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний, и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Наталья, Ольга, Андрей, Екатерина, Надежда, Янис, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен от их женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твои, благослови достояние Твое, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши и милости Твоих. Посети их, укрепи и силой Твоей дару им здравия, спасения души, ибо Ты благо и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Продай им, подай им, прости им все грехи, вольные и невольные, дары им Царствия Небесные. Со святыми, у покой Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую безболезнь Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувима, несравненно славнейшую нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй Сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя и которого подаю, предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобою, достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво, добродетельно жить и быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие, душевное и телесное успеха. Избавь его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. А ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи Его к тихой пристани Твое вечного Царства, чтобы Он вместе со всеми праведами всегда благодарил Тебя. Среди народом Твоим, Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Спасибо, Господи, Игнать. Спасибо. Петрополита Иллари. Петрополита Иллари. Петрополита Ивтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония. Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроси, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Петрополита Сергия, Патриархи Кирилла, Венедикта, Францисто, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона и весь священничий и иночий с Кичин. И высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще в Кичинниках, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх Твои на них. И через них сотвори благое от церкви Твоей, и сохрани их от похушения на них, дабы издавали мудрые законы, дабы люди могли достойно жить и иметь из чего уделять нуждающимся. Господи, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нарсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, заступничество от тебя. И кто убивает мечом, самому надлежит быть убитым. И кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Слава Тебе, Господи, за эту тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованное Тобой нам таланты. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха. И сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, от живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима. И Владимиру откройся, дай веру Твою святую. И благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа и все их родство. И пришли добрые жители, знающих Тебя с детьми. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олегкину и Рашиду, делу общину, иди новые души, побудем всех на благовестие. Почи и помилуй Валентину, Екатерину, Надежду, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Сергея, 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 Александра, 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 Рахиль, Ездра, Екатерину, Екатерину, Галину, У всех поминаемых нам, с кем познакомились, Кому возвестили слово истины, коснись их сердца, Водри на угрозы врагов, на их богохульные речи, И останови их безумие, в судный день не помени им сего, Не дай им желаемого на зло, Уничтожь их злодейство, Благослови благодетелей наших, Елену, Людмилу, Александру, Неанилу, Надежду, Юрию, Супанову, Эдуарду, Евгения, Наталью, наставь их на путь праведный, откроем истину твою всем помогавшим нам пути, Павла, Динаиду, Владимира, семейству ее благослови, Надежду, Людмилу, Слава тебе, Боже наш, Благодарю тебя, Посети болящих, Дай силу крепости, Все перенести без ропота, И пошли мы в исцеление, Илариона, Валерия, Кирилла, Владимира, Надежду, Тамару, Татьяну, Татьяну, Татьяну Владимирович, Валентину, 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 Анастасию, Анну, Александру, Благодарю тебя, Господи, За здоровье и за болезни, За друзей и за врагов, И во все свое время, По твоему изволению, Окажется на пользу, Слава тебе, И от пьянства избави, Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, Господи, Сохрани это наше сокровище, В интернете, Воздай добром тем, Кто разрешает и помогает нам здесь быть и свидетельствовать о тебе, И трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Викторе, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Дмитрия, Вячеслава, Виталия, И романа из Батва, Духа, Лжи, С которым он сроднился, Просвети его разум, Не дай погибнуть в ожесточении упрямстве, Благослови путешествующих, Раиса, Льва, Виктора, Виталия, Виталия, Никиту, Благослови, Даруй духовное рождение, Дабы во всем видеть благодейшую деснисту твою, Слава тебе, Коснись сердца, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Найди их, И обороти, Господи, Отступников Николая, Михаила, Александра, Юлия, Найди, И благослови Максим, От всякого рода зла и греха, Уменьши сердца преследователей, Потерявших тебя из виду, Господи, Слава тебе, Найди наше родство, Всехдотея, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Обрати их, И пошли к ним добрых свидетелей, Твоих, Аллилуйя, Слава тебе, Боже наш, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного, Слава тебе, Наш Бог Иегова, Авва Отче, Свят, Свят, Свят Господь Саваок, Вся земля полна славы Его, Аллилуйя, Слава Вышне Богу, На земле мир, В человеках благоволение, Аллилуйя, Благодарю Тебя, Господи Боже мой, За тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою, И ожидание суда Божия, Благодарю Тебя, Господи Боже мой, За тот день, В который дал мне Святую Библию, И указал на толкование Святых Отцов, На каноны Церкви, Аллилуйя, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими, Аллилуйя, Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешном, Добрый мой ангел, Благодарю Тебя за прошедшую ночь, И столько лет Ты заботился, А мне сохраняя, Где бы я ни был, Прошу Тебя, мой ангел, Не покини в смертный час, Когда душа будет разрушаться от тела, И проведи душу мою Помытарством страшным и непонятным, И введи ее навеки В вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя, Ян, креститель, Претеща Христову, Моли Бога о нас, Научи нажить ее в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным, И никогда не роптать, Никому не завидовать, И каждому дару и жилье, Сергей говорил, Аллилуйя, И не страшиться старее начальствующих, И не участвовать в бесплодных делах тьмы, Но и обличать, Но и обличать, Аллилуйя, Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, Образ крутости и воздержания, Добрый архипастырь, Скорый помощник в бедах, Благодарю Тебя и молю, Заступись за нас, Наше дело, Ты сам, Господи, видишь, Чтобы радостная вещь спасения Всюду возвещалась, Помилуй нас, Боже, Помилуй нас, Молите Бога о нас, Святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но и Иосиф, Патриархи, Ездраниеме, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода Тво нашего отшествия Не застал нас, Не готова мне, Но чтобы выщет На встречу Тебе С горящими светильниками Истинной веры И сосудами, Полными ли добрых дел, Соделанной в Духе Святом С любовью, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Молите Бога, О нас, Святые ангелы, Архангелы, Дуровимы, Истерапимы, Все небесные силы, Крестолу Божию, Предстоящие, Аллилуйя, И вы, Апостолы, И Петр, И Павел, И Евангелисты, Матфей, Марк, Лука, И Иоанн, Молите Бога о нас, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Молите Бога о нас, Святые мученики, Мученицы, И Геннадий Богоносец, Поликарм, Слинский, Устинский, Лосовка, Смай, Домиан, Андрей Стратилат, И Ирон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, И Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Дениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, Да укрепи, Господь, Народ свой, Дабы никто не принял Насчертания зверя, Антихриста, И укрепи, Господи, Веру в Тебя, Посети плененных, Психиатрические, Место затращённых, Убиваемых детей По всему лицу земли, Дай им силу всё перенести, Не отречься от Тебя, Христе Божий наш, Аллилуйя, Анфиму, Вениамину, Дай веру, Саши родители, Из-за ложного воспитания, Молите Бога о нас, Эквиации, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Иоанн Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нам, Да помилуй тебя спасет нас Господь, И дарует нам жажды Исследовать Священное Писание, Ибо через них мы думаем Иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о тебе, И дай нам любовь к Святой Библии, Аллилуйя, Слава тебе, Божий наш, Слава тебе, Косисерство Патриархов, Митрополитов, Пискотов, Священников, Диаков, Всех верующих тебя, И даруй духовное рождение, Жить новой жизнью, Дабы в нас были чувствования, Какие во Христе Иисусе, И быть водимыми Духом Божьим, Дабы не хулилось имя Твое Святое, Иоанн, Через нас, Аллилуйя, Господи, Сохрани нас, Святой православной вере, А замыселитиков, Разрушив нечто преврати, Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомученица, Патина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Киландроник, Июня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь Послушание и молчание, Соломудрия и стыдливой Женам и девам, И сохрани их От всяческого поругания, Аллилуйя! Исправни покорилась Галина семейства Евгения, Надежда, Надежда, Светлана, Мария Ермеса, Людмила, Иоанн, И прими нашу молитву Воздияния рук, Как жертву вечерней Благоухания, Приятной перед престолом Благодати Твоей, Господи, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, Услыши и исполни Молитву всех Молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, И прими нашу молитву О всех, Заповедавших нам Молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и Дошлышит Раб, Аллилуйя, Говори, Господи, Слушает и Дошлышит, Небесный, Вдох, Дошлышит, Услышitate, время, Доктор Ren화� Аминь. Во веки веков, аминь, Боже, очисти меня грешно, помилуй меня, Господи, благодарю Тебя за все милости Твои, щедрот и долготерпение, и славословлю Твое святое имя, и дивные дела Твои, которым нет числа, аллилуйя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, спаси и сохрани, и защити от всякого рода зла и греха. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, будь милостив ко мне грешен. Создав меня, Господи, помилуй меня, без счастья согрешу, Господи, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении. Войди в ночи и во все дни жизни нашей, ибо Ты благость человека люби самим. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любонощаря, празднословия, серебролюбия не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения любви даром я рабу Твоему. И, Господи, Царю, даром изреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен, Иси, во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благословень. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Сегодня тут Николай, кажется, сказал, чтобы объяснить, что такое пост настоящий. Настоящий смысл его и всего. Так что я сейчас открою тему. Тема это из нашей книги «К истинному православию». О посте. И как-то ее надо сделать, я не знаю, открыть как-то или как Сергей, как-то сделать, чтобы считать могли. Вот. О посте. Я его сейчас скину прямо туда. Весь материал. Ну, наш материал это и... Прямо сюда, где у нас занятия идут. Как-то мне надо сделать, чтобы видно было. Вот эту картинку на время убрать или что? Чтобы открылся у меня. Экран открылся. Сергей, сделай, пожалуйста. Нет, я как-то сам себя тут вижу. Вот убрать это бы надо. Но никак не могу. Володя, помоги там. Так, я пока не выключаю, только ничего не выключать. Ну вот как тут сделать-то, чтобы туда? Ну, ты знаешь, о посте, если есть, сам возьми. Я вытащил на экран. Мне надо открыть. Открыть прямо на экране. И ты никак не возьмешь с экрана? С экрана нет. Это вам можно включить демонстрацию экрана. Как мне, как это сделать-то, чтобы... Я... Володь, включи демонстрацию экрана. А подскажи... Либо... Ну, давай, Володя. Как им передать-то? Вот этот пост. Скажи, как включить демонстрацию, я забыл просто. Только, чтобы это не прерывать, вот это, что запись-то идет. Ну-ка. Это в скайпе включается или на экране? Ну, посмотри, я же всем рассылал о посте. Может, там возьмешь, а то время-то идет. Ну, а то ты открываешь, сам себя видишь. Володя, там дополнительно, посмотри, где есть микрофон, камера. Там еще должны быть дополнительные точки. Там демонстрация экрана. Внизу, вот здесь вот, по-моему. Либо скидывай в чат сюда этот материал. У меня нету... Демонстрация экрана. Зачем ты? Вот, сказал. Ну, как скинуть-то? Ну, вот. Видно вам, да? Ну, темно, а теперь вот, да, о посте. Так, Николай, который задавал этот вопрос, чтобы было, пускай он считает о посте. А я тут буду временами останавливать и давать комментарии, потому что мне этот материал известен, я его составлял. Считаю, что более полного материала просто невозможно найти. Все дни поста я занимался в такие книги, переплетчиком работал. Досталось там. Большой устав называется. Это редко, у кого есть он. Как вся Россия постилась, по чем соблюдала. Тут именно по дням указано. Даже об идее и обо всем. Ну, начинайте считать. Вы сделайте веб-документом, такая стрелочка, чтобы текст был по всему экрану, а не... Он у нас по всему экрану, а по всему экрану. Это у вас режим чтения, а надо режим веб-документа сделать тогда он... Или побольше звук сделать этот... Вот сейчас, подожди. Буквы, если маленькие. И подсказывай, куда оттянуть надо в первую очередь сейчас. Сергея Птушенко, дай-ка сюда. Он сейчас разбазарится. Ну вот, вот, чтение вот сюда вот, видишь, где... Так, или внизу там у вас, где у вас вот где-то. Понимаете, чтение, тогда сюда неясной командой даем-то. Стрелять приходится по своим. А, это чтение. Ну-ка, еще раз на него нажмите, закрыть. Закрыл. Я помню, там называется... Лишь не ткни лучше. Альбомный... Может быть, вот... Может быть, вот вид. Ну, неужели ни у кого нету опостей? Я же всем давал-то. Там как-то... Помогите. Я же материал... Вот, видишь, нажимай вверх документ. Ниже еще на одну. Вот, жми. Ну, уже все, растянули на весь экран. Все, растянул я уже. Так видно все? Нет? Да нет, конечно. Вот. И вот здесь это 100... Поставь 120 или 150, вот. А то мелко. И меня сдвинь вот этого. Где, вот здесь поставь? Вот этого. Масштаб? Да. Вот. Какое? 150. Сейчас видно? Вот. И вот меня возьми вот так вот мышкой влево и куда-нибудь закрой вот это вот окошечко. Не закрывай, так пускай вверху. Все, вот так пускай. Ну, давай там кто-то. Я хотел, чтобы Николай, который вопрос задал и считал. Ему-то видать там нет. Еще дальше нет. Его нету. Ну, кто там еще может быть? Там же есть. Пускай Роман считает. Ну, там же есть люди, которые умеют считать-то, брать это. Ну, что-то ни на чем стоит. Никита хорошо читает. Его нету. Спит на своей... Давайте я почитаю. Давай. Не против? Нет, конечно. О посте. Пост в собственном значении означает воздержание в пище, в питье и в удовольствиях. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении продолжения одного или нескольких дней. Чаще всего в неедении мясной и молочной, так называемой скоромной пищи. С точки зрения на языке медицины, пост может быть назван периодом диеты. Необходимость воздержания в пище, в обуздании чрева, вытекает из самого устройства человека, имеющего кроме тела бессмертную душу. Из-за греховной испорченности человеческой природы нарушена гармония между человеческим телом и душой. В результате чего греховные желания тела большей частью берут вверх, а иногда и совсем подавляют в человеке все добрые порывы его души. Человек превращается в раба своих гнусных страстей и таким образом становится хуже животного. Обуздать насилие своей физической природы, дать скрыться и окрепнуть возвышенным стремлением, перелистывайте. Пейдж-даун. Мы должны двигать его. Ну так давай тогда. Колесико выкрутите здесь. С помощью поста. Ну подожди, да как? Колесико. Кнопка пейдж-даун, нажмите пейдж-даун. Да ладно, вот так, давай. Ну я перевел. Вроде тебе может быть тут надо рядом быть. Нет, ну не нужно, ладно. Ну, что остановилось-то? Человек превращается в раба своих гнусных страстей и таким образом становится хуже животного. Обуздать насилие своей физической природы, дать раскрыться и окрепнуть возвышенным стремлением души возможно только с помощью поста. Вот почему церковь придает посту такое большое значение и утверждает, что без поста невозможна христианская жизнь. Воздержание в пище, своего рода пост, был заповедан уже в раю Адаму и Еве, когда они еще находились в безгрешном состоянии. Книга Бытие, 2 глава, 17 стих. Через запрещение вкушать плоды дерева, познания добра и зла. Тем более пост стал необходимостью после их грехопадения. И поэтому на протяжении всей истории мы видим, как праведные люди строго постились в разные периоды своей жизни. Моисей и Илья в течение 40 дней. Книга Исход, 34-28, Третья Царств. Наверное, 10 глава, 9 стих. Давид. Пейдждаун кнопку нажмите. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою и... Молитва моя возвращалась в недра мое. Псалом 34, 13, 108, 24 стих. Книга Даниила, 10 глава. Иоанн Креститель, Анна, Лука 2, 37. Сам Иисус Христос в течение 40 дней, чтобы приготовить себя к делу спасения мира. Постились и все его ученики. Читаем в книге Деяния, 13-3. И тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Еще одна цитата из этой же книги, 14 глава, 23 стих. Рукоположив же им присвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого веровали. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жарде, часто в посте, на стуже и в ноготе. 2 Коринфянам 11, 27. Христос предсказал о том, что его ученики будут поститься. Лука 5, 33-35 стихи. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся, часто и молитвы творят, так же и фарисийские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Поэтому с апостольских времен вошло в обычай поститься по средам, когда Иуда предал Христа, и по пятницам, когда Господь Иисус Христос был распят и умер на кресте. По этой же причине Великий пост приурочен Церковью к дням, предваряющим Страстную Неделю. Бесы, демоны изгоняются только молитвой и постом. Евангелие от Матфея, 17-21. Бесы большей части действуют через нашу плотскую природу, возбуждая в ней беспорядочные страсти, чем толкают нас на всевозможные грехи. И таким образом берут контроль над нашей волей. Чтобы освободиться от их влияния, необходимо воздержанием ослаблять плоть и укреплять дух. Конечно, надо поститься ради исправления себя, а не ради людской похвалы, как сказано. А ты, когда постишься, помашь голову твою и мое лицо твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 17-18 стихи. Преемники апостолов, святые отцы и учители церковные внушали христианам поститься в Великий Пост. Четыре десятницы не пренебрегает, и пишет святой Игнатий Богоносец. Она составляет подражание жительству Христа. Мы постимся четыре десятницу по преданию апостольскому, говорит блаженный Иероним. Чем более дней поста, тем лучше лечение, чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретаете спасение. Блаженный Августин. Пользу поста не ограничивая одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Разрешай всяк союз неправды, прости ближнему оскорбления, прости ему долги. Ты не ешь мясо, но обижаешь брата. Будем поститься постом, благовгодным Богу. Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи и клятву преступления. В воздержании от всего есть истинный пост. Василий Великий. Как через невоздержание наших породителей мы парили, лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста мы можем возвратить в себе потерянное райское блаженство. Испорченная, слабая, сластолюбивая воля влечет к ложному выбору пути в пост, особенно необходимо стараться истребить свою волю. Далее цитата. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах братве, о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссоры расприи, для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот, пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой. С китающихся бедных веди в дом, когда увидишь, нагово одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет. Вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Пророк Исайя, 58 глава, со 2 по 11 стихи. Пост помогает приблизиться к Богу в молитве. И обратил я лицо мое к Господу с молитвой и молением в посте и в ретищи и пепли. Пророк Даниил, 9 глава, 3 стих. Пост отвращает гнев Божий. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во в ретищи, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы ничего не ели. Не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди, и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отворит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Книга пророка Ионы, 3 глава, 6 по 10 стихи. Во время поста и законные супруги воздерживаются соития. 1 Коринфянам 7, 5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию нам время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Кто постится, не оставив грех, того Бог не слышит. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их. Пророк Иеремия, 14 глава, 12 стих. Пост нужен не Богу, а человеку. Скажи всему народу земли сей и священникам. Так, когда вы постились и плакали, в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Книга пророка Захария, 7, 5. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стихи. Пост. Есть Божие установление. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Евангелие от Луки, 5 глава, 35 стих. Как человек, который постится за грехи свои и опять идет, делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Книга Сирахова, 34, 26. И чем более очищается душа, тем сильнее видит свою греховность, и будет непрестанно плакать и поститься. И думаю, уже не возвращаться в город, но оставаться здесь, не есть, не пить, но непрестанно плакать и поститься, доколе не умру. Третья книга Ездры, 10 глава, 4 стих. Пост. Самое лучшее убранство женщин. Узда в отсвете лет охранения супружества. Примите пост. Здоровые. Это охрана вашей телесной крепости. Примите пост. Больные. Это матерь здоровья. Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны. Василий Великий. Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святым Иоилем сказано. Но и ныне еще говорит Господь. Обратитесь ко мне. Иоилем 2.12. Всем сердцем своим в посте, плача и рыдания назначьте пост. Доброе дело. Молитва с постом и милостыней и справедливостью. Мегатовита, 12.8. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом, тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом. Как врач, исцелив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, Так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, Укращение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Иоанн Златоуст. Ни по каким причинам не разрешается вкушать рыбу в Великий пост. Новая скрижа, страница 248, пост 56. Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укращенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Игнатий Бринчанинов. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня Златоуст. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься. Бог не примет тебя. Ефрем Сирин. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчища? Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию? Питается пищей сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь. Ты постишься у милости в того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию. Иоанн Златоуст Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице. Пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, не злопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал. Листаем. Плоды покаяния, он же. Пост, когда сделается жертвой, приятный Богу, когда он будет украшен плодами любви. Иоанн Кассиан. Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела. Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоним из души порочных привычек? Если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние как милостивый и человеколюбивый. Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда рассуждаем их, сами, имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя? Златоуст. Полезен пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и питье, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая польза им от этого? Многие постятся через день, и два, и более, но от гнева, злопамятства и мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от меня, от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Тихон Задонский. Ничто, восходящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Евангелие от Марка 7.15. Это место, и подобные ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься. Слава Иисусу Христу! Вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви, понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобно достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста, и он столь существенен, что считающие какую-либо пищу скверную причитаются к еретикам. Не склонным к посту на этом надо бы настаивать, а не на том, что пост необязателен, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлению плоти. Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательны и средства к нему, считающиеся необходимыми, и именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят. Я другим способом возмещу опущение поста, или мне пост вреден, или я попощусь, когда захочу, а не в установленные посты. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь одно тело, и желание освободиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить и того требует. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост не обязателен для тех, на которых постное действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Пост есть лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно. Часто бывает бесполезным для тех, кто не знает, как им пользоваться. Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает и вредит начинающему его неразумно. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны бореться вреда, то есть тщеславие, чтобы вкушая ежедневно понемногу, мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненные силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать в смиренном мудрее, без которого никто не может благоугождать Богу. Подобный Марк. Пост – это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он притворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудие самоубийства. Сколь вредно невоздержание, столь вреден или еще более неумеренный пост. Слава с тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой. Игнатий Бринчанинов Магданович спросил преподобного Серафима Саровского. Можно есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна и врачи приказывают есть скоромное? Старец отвечал Хлеб и вода никому не вредили. Как же люди сто лет жили? Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А что святая церковь положила на семи вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Иоанн Златоуст говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем, и десятину нашей жизни требует. Время Великого Поста 365 дней в году Десятая часть года 36,5 дней Так как в субботу и воскресенье запрещается поститься, то есть разрешается вкушать растительное масло и вино, потому в неделе насчитывается пять дней постных. В семи неделях 7,5-35 дней. Поститься положено только в одну субботу в году, Великую. На Страстной неделе перед Пасхой Апостольское правило 64 Ганский собор 18 правило И так как пост начинается с вечера прощенного воскресенья, у Батюшки разрешение на нарушение поста, ссылаясь на гастриты, язвы, рецепты врача, и неверующие священники часто без страха Божия позволяют во время поста есть рыбу, молочное... Алло, ты почему пропустил? Ну-ка вернись назад. И так как пост начинается... И так как пост начинается с вечера прощенного воскресенья, то до пасхального утра еще половина суток. Итого, в Великом посту 36,5 дней, то есть ровно десятая часть от 36,365 дней. Далее, Порог Малахия, 3 глава, 7-8 стихи. С одни и отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь вам, говорит Господь Саоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Часто ленивые и неверующие прихожане выпрашивают у батюшки разрешение на нарушение поста, ссылаясь на гастрит и язву, рецепты врача. И неверующие священники часто без страха Божия позволяют во время поста есть рыба молочная, совершенно не имея права на такое разрешение. Ибо каноны церкви под страхом сурового наказания запретили нарушать пост. «Если не постится епископ, священник, диакон, клир, чтец, певец, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Если мирянин, да будет отлучен. Апостольское правило 69-е». Петр Олекс 15. «Больным, старым, очень и очень малым детям разрешается нарушение поста, то есть послабление его в виде разрешения вкушать только илей, растительное масло». Тимофеев 9.10. «Пахомий Великий, 15 мая, не подобает постом убивать это грех». Пост против воли не поможет, в болезни нет поста. Вот Пахомий сказал как. А потом Симеон... «Пахомий Великий, 15 мая, пост против воли не поможет, в болезни нет поста». Симеон Столпник, 1 сентября. «Не подобает постом убивать это грех». «Уведали мы также, что в армянской стране и в иных местах в субботы и в воскресные дни святой четыре десятницы едят некоторые сыры и яйца. Того раре за благо признано и сие, чтобы Церковь Божия по всей Вселенной, следуя единому чину, совершала пост и воздерживалась как от всего закалаемого, так же и от яиц и сыра, которые суть плод и произведение того, от чего воздерживаемся. «Если же сего не будут соблюдать, то клирики да будут извержены, а миряне да будут отлучены». Шестой Вселенский собор, 56 правило. Типикон, глава 32, Ладикийский собор, 50 правило. Малтреп, намок. Малый требник. Намок, что это такое? Маханон. Намоканон, правило 85. Сергей, я думаю тут остановиться, пометить себе, потому что половину просчитали, а вторую половину дальше, завтра. Пометь себе, в каком месте. Ну вы сейчас возьмите, отделите чертой и сохраните красный. Иди сюда. А это вы же сами выделили, да? Вот это вот прошел, 85-ю просчитали. Теперь что? Вот так вот сделать. Православная церковь, давай выделим вот это вот. Да, вот так. А куда денешь-то? Вот этого убрать надо. Подожди. Так, теперь так. Теперь что дальше? Теперь... Подожди. О! Она не идет. Чтобы завтра найти... Вот она, 18. Вот. Вот 18. 18. И мы давай сделаем 18, а 28. Так пойдет, да? 26. И вот так вот. Вот здесь вот сбоку. Ну и все на этом. Все на этом. Много мы это сделали. Все, давайте я сейчас... Вот вчера, я попутно хотел сказать. Вчера мне один человек, он видно, что не пастится. И он мне написал. Дай-ка сохранить. Ну зачем это сделал? Что? Ну, уменьшил так это. Теперь надо увеличивать. Не надо там нигде лишний раз трогать. Нет, надо закрыть же это. Ну я не знаю теперь как. Материал-то убрать же надо. Я это и делаю. Ну, 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 не уменьшай. Так и надо закрыть. В таком виде, то разве нельзя закрыть ее? Что ничего не делает. Завтра прям открыли, она уже растянутая. Именно закрыть. Вот эту передвинуть и закрыть. Вот я хотел сказать как раз. Вот так. Подожди-ка. Я свернул ее просто. Свернул. Так, подожди, мне тут надо события дня показать. А можно демонстрацию экрана или вам показать надо? Не, показать надо. Ну, прочитать. Вот смотри. Вот один человек вчера приходил. Ну и говорил. Ну, разное, нехорошее на одного человека, на другого. Прям видно, что бесновался. Бесновался. И он говорит. Игнатий Тихонович, я побрился. Класс. Такое чувство приятное. Необлегчение. Это в 20 часов 53 минуты. Но уже в 2 часа 47 минут написал. Простите меня, Игнатий Тихонович, беснование. Что тут сказать? Я ему с первого дня знакомца говорил. Ты бесноватый, бесноватый. Тебе надо поститься и молиться. Ну, явно дело, что, как говорят, веппу физиономия не влазит. Щеки висят. Ни одного друга нет нигде. Почему? Поста нету. А я бы ему то сделал. Я бы... То есть, непрерывный гнев идет на все, кроме себя. И вот видишь какое? Простите меня. Вчера, значит, он оскорблял, говорил. Да я знаю больше вас всех вместе. Вы собрались. Вы тут никакие... У меня столько будет друзей. То есть, дальше, ну, демон говорил. Он признает. Теперь простите меня. Он меня несколько раз в черный список заносил. А потом опять вылазил. Помолитесь о нем. Человек мучается. Явно буйное беснование. И тут еще нельзя сделать. А что? А перед этим стоит несоблюдение поста, блуд и все остальное. Это, как правило, я не о нем даже говорю. Это вообще всегда. Ну, все на этом на сегодня. А! Спаси Христос! Аллилуйя! Кто с нами оставался-то? Кто еще был тут? Наталья Усатая, Ольга Симоненко, Андрей Недоступ, Надежда Лавкина, Роман Фроликов, Сергей Евтушенко, Янис Лозов, Сергей Пупков. Ну, слава Богу, все-таки двое или трое, и то значит. Ну, все тогда, Сергей, отключай тогда. Хороший у нас сегодня был урок. Игнатий Тихонович. Так, Игнатий Тихонович, теперь звонка не ждите, а сразу на группу нажимайте в уроченное время. То есть, не ждите звонка. Сейчас мне не надо уже удалять до 24. То есть, каждый может в уроченное время присоединиться. Вы уже второй день сидите, не присоединяйтесь. Все уже присоединяются сами, я никому не звоню теперь. Все. Ну, это ты говоришь о занятиях. И о занятиях, и о молитве. Группа-то одна и та же. Программа поменялась по молитвам нашим. Теперь неограниченное количество человек может, кто в группе, может сам присоединяться. Просто на группу тыклить, и все. Скинь мне новое объявление, которое надо распространить. Если то потеряло силу. Составь. Возьмите распространитель. Составь. Ухажи, как, где, что нажимать. Люди, которые приходят, я им буду скидывать. Не знаю, что нажимать. На группу нажимаете, и все, она у всех есть. Ухажи, какой-то местный, как не знаешь. Ну, а как я тогда... Ну, Планерка Васильевна, зайдите, она вам покажет. Присоединиться. Кто и не звонил. Нет, ты лучший состав, как было до этого-то. Нажимали, тебя искали. Ты присоединял. А теперь, скажи, вот тут нажмете, и вы сразу присоединяетесь. Теперь, если кто-то не закрытый, то есть любой может присоединяться. Нажал и зашел. И сделать такое, миски. Нет, любой, который в группе состоит. В группе состоит. И сейчас 39 у нас группа состоит, сейчас из 39 человек. Но новый-то человек, который заходит... А может любой подсоединить. Вот Наталья Усатая, она умеет новых подсоединять. Она может вас научить. Ты пишешь там, где на Наталью-то людям выходить, которые посторонние. То ли не понимаешь, что ли уклоняешься, не пойму. Люди, которым я скидываю... Она только знает... Посторонних из посторонних, никто не смел пристать к ним. Посторонний не может. Сам по себе в группу нашу. Посторонним на тебя нельзя. Ну куда он должен? Что тут непонятно-то? То есть ты закрыл, вообще никого не будет. Я же людям скидываю, как зайти-то. Ну покажи систему-то. Что нажимать? Ну ничего это не отнял. Посторонний ко мне, как обычно, стучится, я принимаю. Я говорю сейчас о другом. О том, что я не буду удалять из группы до 24. А то, как было, так и осталось. Вот так и все. Только и сказал бы. Потому что люди-то приходят, и я не могу ничего ответить. Если другое. Значит, то, что самое объявление осталось в силе. Я говорю для вас. Если вы в группе, звонят, присоединяйтесь сами. Я звонить не буду больше никому. Вот это бесторонним. А посторонний я буду подключать. Все, благодарю. Ваши просьбы. Вы можете сами подключить. Ну и слава богу, слава богу. Все на этом. С Богом. С Богом. Игнатий Дихонович, останься, я хочу тебе кое-что сказать. Да потом скажешь. Подожди. Так, отходи. Приходи вон, выйди, постучи с дверь-то и все. Ну как, еще-то поши. Все, закрываем тогда, да? Да. Вот, присадиться.